Сегодня холодное и зябкое утро, но настроение отличное. Я люблю движение, а тем более, когда я держу путь домой. Приветствую всех, друзья! Я еду в Мариуполь, и какие планы, я чуть позже вам расскажу. Сейчас я нахожусь на границе. Паспортный контроль прошел за 10 минут. Передо мной была очередь из 8 человек. В прошлый раз, когда я пересекал границу с родителями, сначала мы простояли в очереди 10 часов. Затем на паспортном контроле меня отправили на проверку, своего рода фильтрацию. И там в ожидании еще 2 часа. Но сама проверка заняла 10 минут. В итоге 12 часов на границе. Дорога, по которой я сейчас иду, раньше была буферной зоной между границами ДНР и Россией. И на протяжении всей этой дороги были очереди из автомобилей в обе стороны. Но границу ДНР уже убрали. И к тому же все дороги Керченского моста тоже были открыты. А это значит, что путь через границу уже разгрузили. Во всяком случае, надеемся на это. Рейсовые автобусы работают сейчас таким образом. Один автобус едет до границы. Затем все пассажиры выходят со всем багажом и идут на паспортный контроль. А на другой стороне границы их уже ждет другой автобус. Именно так было в моем случае. Я уже дома, друзья. Недалеко от своих родителей. Дорога из Ростова до Мариуполя составила 4 часа. Включая переход через границу. Это довольно-таки быстро. Сегодня с самого утра в Ростове был гололед. В Мариуполе тоже. Открывайте! Привет! Как дела? Молодец! Мои солнце мои. Аба, Владимир Владимирович! Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, Игорь Игорь! Возвращение на родину! Очень рад, очень рад вас видеть здоровыми, свежими, бодрыми, сильными, сильными. С возвращением на родину! Счастья вам, здоровья, успехов! Привет! Ты такой красивая? Это ты красивая. Нет, это я красивая. Тебе вообще не сорок лет вообще! Нет, это я красивая. Это я красивая. Как пацан молодой, да? Мои красивые мальчики и девочки. Ой, мои красавцы. Леон! Леон красивый. Итак, друзья. Первая причина моего визита в Мариуполь это, конечно же, мои родные, моя семья. По возможности мне хочется видеть их почаще. А вторая причина. Из нашей разгромленной квартиры исчезли несколько документов. И, как ни странно, именно те документы, которые не имеют фотографий. Возможно, в тот момент кто-то пытался выйти из города незамеченным. Все может быть. И один из таких документов – это было мое свидетельство о рождении. Мне было жаль его утратить, потому что этот экземпляр был еще советского образца. Но радует то, что документ уже восстановлен. И мои родители несколько дней назад его забрали. Теперь я могу подавать документы на паспорт, на новую квартиру и на ущерб. А пока я буду заниматься этими делами, я поснимаю для вас Мариуполь. Здесь есть что показать. Друзья, благодарю вас за моральную и материальную поддержку. Это нам сейчас очень помогает. Всем мира и добра. До скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok